Олимпийская чемпионка Олимпийская чемпионка Если не ошибаюсь Там, по-моему, то ли 40 грамм золота То ли 30, я точно не знаю Но все остальное это, конечно, по золотым Ну, а на значок там ушло хоть немного золота? Сочетон, наверное, золотой все же Вот что-то золотое из Рио Кстати, автомобиль Вам всем дарили очень крутые тачки Вот скажи мне Мы посмотрели за кошкой Приехал на другой крутой тачке А где сам вот эта Белая немецкая вот этот бык немецкий. Куда ты его делала? Он в Сочи. На нем скачет папа. Вот как здорово. Видишь? Давайте поаплодируем это вам поступки. Я бы продал. Переходим к игре. Друзья, у нас есть участник, его зовут Михаил. Миша, доброе утро. Доброе утро. Смотри, Миш, Лена, мы будем к вам включать фрагменты выступления спортсменов. Ваша задача. Спортсмен какого вида спорта может издавать такие звуки? И все. Как мы будем определять? Мы включаем фрагмент. Кто из вас первый скажет свое имя? Лена или Михаил? Тот и отвечает. Все понятно. Три. Наш батл начинается, друзья. И вот первый фрагмент. Слушаем. Что бы это могло быть? Миша, да, пожалуйста. Как ты думаешь, что это? Может быть, карате? Карате? Нет, к сожалению. Лена? Ну, скорее всего, какие-то единоборства. К сожалению, нет. Нет, это китайская штангистка, которая поднимает около 200 килограммов, по-моему, и у нее не получается ничего. Да, вот она троха, думаю. Вот. Ну вот она от пола пытается ее поднять. Хотя арнитологи сейчас напряглись, думают, что заворона в эфире. Наверное, какая-то каркуша, действительно. Так, дальше. Слушаем внимательно. Итак, ребята. Я смотрю, вообще никакое... Извинись, не знаю. Ты имя своей грекли же. Как ты думаешь, что это? Не знаю. Спасибо, Миша. Может, тэквондо какой-нибудь? Слушайте, у нас спорт неужели только в кимоно? Больше нет других видов? Может, какая-нибудь гребля на каное? Ты знаешь, очень похоже. На самом деле, друзья, опять мимо. Это мы с Соколовым записывали молодого человека, который в спортзале пытался поднять две гантели. Это обыкновенный человек в спортзале поднимался в гантели. И у него ничего не получается. Дальше. Слушаем внимательно. Елена. Лена была первая. Лена, пожалуйста. Теннис. Теннис. А кто именно? Ты сказал, что... Ой, я же не расслышала. Давай, пожалуйста, конечно. Шарапова. Абсолютно верно. Коллега, по цеху. Да, поехали. Миша, Миша. Миша, давай, пожалуйста, что это? Это керлинг. Нет, к сожалению. Это не керлинг. Миша. Лена, а как думаешь, что это за вид спорта? Честно, у меня даже нет ни одной мысли. Профессиональный вид спорта? Конечно. Профессиональный. Давай, Лена. Раз, два, три. Твой ответ? Фехтование. Нет, это не фехтование. Это, знаете, что... Не то включил, то... Это армрестлинг, это мужчина. Вот так вот, друзья. Теперь давайте последний финальный. Поехали. Елена. Какая Лена? Перебеснина. Хорошо. Кто издает этот звук? Теннис. А кто именно? Так это я, что ли? Да! Сорьба! Как хитро, да? Конечно. Миша, мы тебя аплодируем. Ты молодец. Спасибо тебе большое за игру, что поучаствовал с нами. Но на самом деле, мне был все время вопрос. Мы его прям вот этот звук готовили. Почему в конце было вот это? Смотри. Ты кого-то убила мечом или что случилось? На самом деле, я во время удара издаю такой звук «Ай-я». Ай-я? Я его не контролирую абсолютно. И уже даже маленькие девочки начали. Я пришла на тренировку вот недавно на корту ЦСКА в Москве. И маленькие девочки во время удара выдыхали также «Ай-я». Вот так вот. Вот смотри, в футболе, когда выходят, они выходят вместе стоят, да? Друг другу в затылок дышат. А как у вас там происходит? Никогда же за кулиси вот эти теннисные не показывают? Вы по очереди выходите. Вас держат, чтобы вы друг друга лица не расцарапали, как кошки. Или вы общаетесь нормально и говорите, «О, у тебя водичка нормально, вкусная, дай поменяемся». Что происходит там? Нет, у нас достаточно цивилизованно все. Все-таки теннис считается таким... Дорогим видом спорта. Дорогим видом спорта, да. И не делают у нас таких вещей. На корт мы выходим, когда нас вызывают друг за другом. То есть, на самом деле, дышим в затылок. Своей сопернице или тебе дышат в затылок. И после того, как тебя объявляют, просто вы выходите на корт, и все, абсолютно идет рабочая атмосфера. В раздевалке по-разному. Особенно... И самое интересное, это, конечно же, после игр происходит. Когда... На автопаде каких-то... А за это не штрафуют, не ругают? В раздевалке нет, на корте штрафуют. Оралась Ирина Уильямс после проигрыша на Олимпиаде? Я этого не слышала. Что жила она, тренера? Или своего судью, который кричал «Аут! Аут!» Ну, один раз, я помню, на каком-то из турниров у нас с ней рядом находились шкафчики. То есть, шкафчики, где у нас сохранятся какие-то ценные вещи, мы их закрываем. И вот я вернулась после нее, и вот в мусорном ведре нашла просто пополам разломанную ракетку ее. И я не знала, как она сыграла, но, судя по ракетке... Просто влево. Судя по ракетке, я собрала вещички и быстренько убежала. Слушай, а вот по поводу, кстати, вот такой вот агрессии. Вот смотри, я все в примеры привожу, да? Вот в балете им, балеринам, стекло там в пуанты подкладывают. А в теннисе есть такие вот, друг другу какие-то подлянки делают люди? На профессиональном уровне нет. Уже такого я, честно, на моем веку такого не было. То есть все четко. На юниорских турнирах, на детских, это бывает, наверное, что-то происходит. Но это больше, мне кажется, от родителей даже проходит. Ну, теперь от спорта перейдем к плейбою. Но мы не могли не задать этот вопрос, потому что, да, плейбой был в твоей жизни. А фотосессия в 2014 году, да? А тебе понравилось сниматься? Фотосессия была красивая. Ну, мы сейчас посмотрели, естественно, мы все оценили. Очень красиво все. Это что было? Это был порыв какой-то? Это была мечта с детства сняться в плейболе или что? Нет, нет, это не была мечта. Это был такой, да, это, наверное, был какой-то порыв мгновенный, который прошел. То есть было и прошло. Я это попробовала. Я увидела, как это выглядит. И просила, чтобы это выглядело очень, кстати, и красиво, и спокойно. Вы понимаете, о чем я? Да, понимаю. То есть, чтобы это было в рамках приличия, назовем это так? Конечно. И, в принципе, так оно и получилось. И мне отдельные фотографии, мне очень даже понравились. А сейчас, если предложат, пойдешь? Нет, сейчас не пойду. Почему? Муж не разрешит? Замужем, да. А это муж видел эту фотосессию 2014 года? Видел, да. Что сказал? Он на самом деле не был против. Он сказал, это твое решение. Он сказал, как вот так. Сказал, как круто! Нет, он сказал, он не был против, но отреагировал. Он сказал, что это, в принципе, чтобы это было достойно и правильно. То есть не было ничего такого, о чем можно было потом сожалеть. Но он у тебя вообще строгий? Нет. Нет? Он нормально относится к тому, что ты как бы... Или он постоянно с тобой летает? Вот в Австралию, везде, на тренировке. На тренировках нет, он не присутствует, он работает. Но вот в Австралию как раз-таки он летал в прошлом году. И в этом году как раз на новогодние каникулы мы летим вместе. Он ревнивый тебя, кстати, ревнует, нет? Немножко ревнует, когда не уделяю ему достойного внимания, из-за того, что я все время на тренировках, на матчах занята, на Лафраде, например, в шоу «Красавцы». Давайте ему привет перед этим, потому что она сейчас сидит с нами, с двумя молодыми людьми. Приветик тебе. Давайте к игре было-не было. Сейчас узнаем поближе. Елена, так что, друзья, пригляните к колонкам, потому что у тебя будет ровная минута, саждаешься на этот вопрос, ты отвечаешь по-честному. Было у тебя или не было? Не переживай, муж сейчас не слышит. Можешь быть, например, откровенно... Аша, все хорошо. Выключи. Раз, два, три, поехали. Когда-нибудь била своих соперниц? Нет. У тебя были проблемы с законом? Да. Боялась Ирины Уильямс? Да. Подглядывала за кем-нибудь? Нет. Хранишь в мобиле обнаженные фото? Нет. Врала парня, что у тебя болит голова? Да. Убегала с первого свидания? Да. Воровала что-нибудь? Нет. Флиртовала с теннисистами? Да. Ревновала своего супруга? Да. Оставляла у парня нижнее белье? Нет. Говорила плохо о соперниках? Да. Ругалась Екатериной Макаровой? Да. Обижалась на Екатерину Макарову? Да. Хотела побить Екатерину Макарову? Нет. Думала о пластике? Нет. Мечтала о другом виде спорта? Да. У меня больше нет вопросов. Спасибо. Мы и так наслушались много-много. А теперь переходим, естественно, к обсуждению. Флиртовала с теннисистами. Агасси какой-нибудь, наверное. А это когда? Агасси закончил практически, когда я начала уже играть. Не успела с ним флиртануть? Флиртану. Агасси, я моргаю. А он уже ушел. А он уже говорит, до свидания. Ладно, у тебя были проблемы с законом? Ты говоришь, да. А что там были за проблемы? Ну, это как обычно. Остановили за рулем, за превышение, забыла права. Да ладно, это проблемы с законом? Ну, конечно. Ты сказала бы, знаете, кто я? Вы знаете, кто я? Нет, я обычно так не говорю, но... С рожей ракеткой. Могу договориться. И сейчас часто стали узнавать сейчас, на самом деле, работники. А договариваешься ты как? Подожди, то есть ты прям деньги предлагаешь? Ну, представляете? Даже так. Я часто с первого свидания убегала, кстати. Да. В школе. В школе? Ой, я думал, ну, как бы, в школе все убегали, я не приходил даже на них. Ты даже не приходила? Нет, а я честно приходила, но я сбегала с них, я их сокращала. Сокращала. Бывало и на тренировке, но это была одна из отговорок. Слушай, не повезло этим парням, представляешь? Лен, ну давай я тебя... Так, хоррэ. Прости, тренировка. До свидули. Я ухожу. Больше не подходить. Так, а ругалась Екатерина Макарова? Это когда вы, ну, играли, естественно, да? Тандем? Нет, как раз не во время матча. Можно просто вот в период каких-то межсоревновательных. То есть вполне, вполне. Но и то, это даже сложно назвать ссорой. Это так вот, какое-то мелкое недовольство друг другом. Но вы как подруги или просто коллеги? Мы и то, и другое. Так, вопрос о том, воровало ли что-то? Нет. А почему нет? А что? Все воровали. Мел в школе. Я шучу, шучу. Давайте поаплодируем. Спасибо. Очень открытый человек, добрый. И на самом деле... Очень веселый человек. Слова потерял, потому что мы ожидали, если честно, другого. Мы думали, что это олимпийская чемпионка. А Харе, ты остановишь наше свидание сейчас. А мне медаль. Да. Мы тебе аплодируем. Спасибо большое, что посетила нас. Спасибо вам большое. Тебе вот такой вот тут презентик от нас. Посмотри. Там все, что любят настоящие спортсмены и девушки. Конечно, сладости, цветочки. Ой, спасибо. Все это тебе. Друзья, ну а мы с вами прощаемся до понедельника. Всем отличное настроение. Пока, друзья. Пока.